Всем привет! Уже наверное ненавистные регуляторы ненавистные зрители моего канала но при этом почему-то эти видео пользуются спросом, популярностью и решил собрать сегодня регулятор не напряжения, а тока на микросхеме LM Что там дальше будет добавлено? Схема кстати очень простая, максимально простая но при этом рабочая Что там еще присутствует в этой схеме вы сможете увидеть, посмотрев этот ролик И конечно если вам нужен будет такой регулятор вы можете собрать его своими руками А кому это в принципе нафиг не надо вы можете просто купить подобный регулятор на всем известном сайте Это уж кому как интереснее Кому нужен опыт, а кому нужно сами знаете что В общем, кому интересно давайте начнем собирать Вот такую схемку будем собирать Это обычный простейший регулятор тока Ну если быть точным то это больше наверное ограничение тока Здесь у нас есть шунтирующий резистор на 0.39 Ом Переменный резистор Мощный транзистор КТ-825 Ну и сама микросхема LM317 Минимум объеса Ничего сложного нету Дефицитного тут тоже ничего нету Я думаю LM317 в наше время найти не особо трудно Вместо КТ-825 Можно любой мощный транзистор использовать такой же проводимости Ну и вместо самой LM317 Можно использовать советские аналоги Не помню, КРН как-то называется Я в общем, если не забуду Подпишу Сейчас надо посмотреть Какое точно По памяти не помню Ну тоже есть аналоги Их тоже можно в принципе найти Смотрите Тут я цоколевку транзистора КТ-825 нарисовал Здесь цоколевка микросхемы LM317 Я установил на отдельный теплоотвод Хотя Так как у нас Второй вывод Это корпус микросхемы И коллектор соединены напрямую Напрямую можно в принципе На один теплоотвод их ставить Ну мне так удобнее было Чем здесь вот Подбирать шайбы, гайки Видите, какие отверстия Надо поменьше сверлить Чтобы прижать получше Решил вот Его использовать Теперь смотрим На саму микросхему Смотрите, где вот надписи Здесь прикрыты пластиной И просто-напросто Слева направо считаете 1, 2, 3 Ничего сложного Здесь я тоже подписал То есть у нас Выводы транзистора Смещены в одну сторону Вот если вы повернете Вверх транзистор Чтобы выводы были Коротким расстоянием От отверстия до ножек вверх То опять же Слева направо Смотрим База Эмиттер Ничего сложного И сейчас я подсоединю Первым делом провода транзистора Те, которые идут напрямую К микросхеме То есть нам надо Коллектор на второй вывод Подсоединить А базу на третий вывод Подсоединить Что мы сейчас и сделаем Давайте коллектор Что-то говорю Подсоединить Подсоединить Если правильно говорить Припаять Но суть не меняется Суть от этого никак не меняется Подсоединил Далее Нам надо Базу Присоединить О, вот видите Заболтался Что творю И никто меня не поправляет Хотя, наверное Кто-то там уже По экрану Тапком колотит Говорит Что ж ты делаешь, дурак Коллектор у нас На второй вывод На среднюю ногу А база На третью Сложновато Следить за кадром И Сразу Паять Немножко отвлекаешься В любом случае Ну вот Припаяли Теперь нам надо На транзисторе Между эмиттером И базой Припаять Резистор 20 Ом У меня 20 Ом Не нашлось Я взял 15 Это не повлияет На работоспособность Схема все равно Запустится И будет функционировать Я установил На коллектор транзистора Наш шунтирующий Резистор На 0.33 Ом Там 0.39 Указано Я поставил 0.33 Диод Подключил сразу На резистор Переменник 3 Амперный диод 1000 Вольт Теперь Нам надо Анодом Там где анод И вывод резистора Припаять этот вывод Нашего переменника К шунтирующему резистору Средний вывод Надо припаять На первую ногу Микросхемы LM317 А третий Вывод С резистора Из диода С катода Это будет выход Плюс В принципе У нас все собрано Осталось только подключить Плюс-минус вход Плюс-минус выход Начать Регулировать И смотреть Насколько эта схема Работоспособна Все установил Единственное что Резистор я поменял У меня стоял резистор На 10 кОм Но Пока я Ковырялся И искал Крокодилы Чтобы подключить Мультиметр Попался мне вот такой 2.2 кОм Резистор Да он проволочный Но Здесь и не проволочный Пойдет И Так Значит блок питания У нас там Подключается Не помню сколько Выставлял 13.4 вольта Это без нагрузки Минус у нас Напрямую соединяем Минус мультиметра Сюда же Чтобы замерять Сколько До Сколько После Без нагрузки У нас 13.3 вольта Подключаем Напряжение Упало До 7.8 вольта Смотрите Ток Ограничиваем Меньше Делаем Лампа Начинает Слабее Светить Отключаем Лампу У нас Опять Восстанавливается Напряжение Подключаем Лампу Она едва Загорается Нить Прогревается Напряжение Растет Заметили Опять Отключаю Нагрузку Напряжение Возвращается В норм Ток У нас Ограничивается Как и задумано Схемой Даже Если Уберем Целиком От 1.5 вольта Отключаем Опять Нагрузку Снова У нас Напряжение Восстанавливается 7 вольт Снова Отключаю Снова Напряжение Восстанавливается Ну тут 12.9 Небольшая Погрешность Есть Это еще Зависит от того Что происходит Определенные Колебания И Сети Все работает Микросхема у нас Не нагревается Шунт у нас Ну такой Горячий Чувствуется На 15 вольт Холодный Резистор И Греется Транзистор КТ825 Силовой Сама схема Прекрасно работает Вот вам Регулятор тока Потому что У меня человек Недавно Спрашивал Что Как так Что ты нам Рассказываешь Сказки Вот ток Ты регулируешь А я собирал Тогда Переделывал Импульсный Блок питания Делал ему Регулировку тока И вот мне человек Доказывает Все это фигня То что ты собрал Ток это не регулирует Нифига Иначе Сохранялось бы И напряжение тоже Напряжение здесь Не может сохраняться Вы ради интереса Возьмите 12 вольт Блок питания Пол ампера Мощностью И подключите К нему Вот такую лампочку Лампочка у вас Будет едва Едва светить Естественно Напряжение На нагрузке Тоже упадет Вы от закона Ума Никуда не денетесь Это элементарно Или аккумулятор Аккумулятор севший Может замечал Кто нибудь Нагрузку подключаешь На аккумулятор Ту же лампочку 12 вольтовую И аккумулятор Который уже Давно засульфатировался На автомобиле Замеряешь 12 вольт Подключаешь Лампочку Едва Едва Она Начинает светить Кое-как Разгорается Нить накала Замеряете 3 вольта Отключаете Лампу У вас опять 12 вольт На аккумуляторе Все Аккумулятор Уже потоку Нагрузку Не держит Также Вот и с блоком питания Кому интересно Возьмите Проведите эксперимент У меня к сожалению Под рукой нету Такого слабенького Блока питания Так бы показал Кому интересно Вот она схема Можно ставить на паузу И без проблем Срисовать Ссылку не оставляю Потому что Найти данную схему В интернете Это дело Пара кликов Я все-таки Надеюсь Что остались люди Которые Не настолько Деградировали В плане Поиска информации Что они смогут Даже Вести Поисковой запрос Я думаю Это не сложно Потому что Мое поколение Кто занимался Радиолюбительством Пешком ходили В библиотеки И там были Некоторые книги Журналы Которые нельзя было Забирать домой Поэтому приходилось Через кальку Перерисовывать Рисунок Печатной платы И срисовывать Ручную схему В наше время Этой проблемы нету Вся информация На ладони Поэтому Кто хочет Действительно Имеет желание Перерисовать данную схему Это Дело Трех минут Если поднапрячься И того меньше Есть Кстати Более простая схема Я рисовал Без регулировки Подбирая Вот этот Шунтирующий резистор Вы можете Регулировать Ограничение тока На определенном уровне Без всяких проблем Здесь Вы можете Использовать Как я уже говорил В такой же проводимости Мощный транзистор Можно КТ-818 Даже применить Но Ток Максимальный Который сможет Отдать Эта схема Он у вас Естественно Будет Немного меньше Чем слабее транзистор Тем меньше тока Чем мощнее Тем пальцы вверх Кому нет Пальцы вниз Также Пишите в комментариях Где вы применяли Такую схему Делитесь Также Своими соображениями Какие схемы Применяли Вы Какие использовали Какие доработки Использовали Это очень интересно Я читаю эти комментарии Конечно У меня не получается Отвечать Всем и сразу Потому что Комментариев Очень много А я Занимаюсь этим Один Так что Кому сразу Не ответил Уж извините Войдите в положение Тут как бы Никак По другому Вот Ну и конечно же Кому интересен Данный контент Интересен Мой канал У меня там Не только Радиосхемы Также Обзоры Электроинструменты Пылесосов И с автомобилями Я занимаюсь По мере возможности Кому это все интересно Нажимаете кнопку Колокольчик Рядом с кнопкой Подписаться И вы будете в курсе Выхода новых роликов У меня на канале Также Кому Интересно Можете посмотреть Какие плейлисты Есть на канале И вы примерно поймете Какие видео я снимаю Спасибо всем за внимание Всем пока Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok